Сегодня я хотел бы поговорить о сериале Пищеблог, российский сериал, первый сезон которого вышел в 2021 году, а второй сезон, вот на тот момент, когда я записываю ролик, только готовится к выходу летом 2023 года. Но я как раз хочу остановиться именно на первом сезоне, просто потому что на второй сезон у меня сил уже никаких не хватит, у меня еле-еле, я даже досмотрел вот эти 8 серий почти часовых с большим трудом, они у меня шли, и еще рад, что они уже закончились, и, конечно, повторять этот опыт я, честно говоря, не собираюсь, а уж сезон, раз я начал, то решил, что надо уже досмотреть, ну, так, ну, как бы из приличия, как приличия ради, да, но очень даже удивлен тем, что вообще эту историю решили продолжить настолько, как мне кажется, она, но... Ну, я бы так мягко, мне показалось, что она не вполне художественно-состоятельна, несмотря на, конечно, какие-то свои плюсы, там, и тут сейчас мы об этом поговорим, но вот воплощение ее, в общем, я, честно говоря, неудовлетворен, недоволен, но, наверное, наверное, в общем, кинопоиск, который этот сериал показывает, наверное, доволен цифрами, ну, и довольно, в общем, количеством просмотров, и поэтому и этим и объясняется появление нового второго сезона, ну, пожалуйста, в общем, сколько людей, столько и мнений, если есть спрос, то всегда будет и предложение, спрос, значит, есть, ну, наверное, даже неудивительно, ну, потому что в центре этой истории пионерский лагерь, это такое ретро, в данном случае это 80-й год, в продолжение это, значит, будет, пройдет еще несколько лет, и, ну, конечно, да, наверное, молодому поколению, молодым зрителям интересно смотреть истории про себя, а у нас все-таки, ну, при всем разнообразии нынешнего выбора, сейчас, конечно, истории про молодых снимаются в таком хорошем количестве, но, тем не менее, рынок еще не насыщен в полной мере, не, уж не настолько большое количество названий, что прямо вот молодежь вот кидается и смотрит, именно с некими нашими реалиями, с некими вот именно нашими артистами, вот нашими каким-то таким, нашими местами, да, и вот, может быть, даже и хорошо, что вот потихонечку, вот российское сериалостроение оттягивает зрителей от западных аналогов, приобщает, как бы, к родным истокам, скажем так, ну, объяснить можно, да, что, ну, определенное внимание этому сериалу вот обеспечено, хотя бы еще и, ну, с точки зрения, ну, целевой аудитории, да, подросткам интересно смотреть про подростков, хотя тут был, конечно, такой закидон на то, что сериал мог бы быть интересен и взрослому зрителю, ну, так вот, мне, как взрослому зрителю, сериал оказался совершенно неинтересен, то есть он интересен по некоторым факторам, но мне неинтересно оказалось его вот воплощение, то есть первый фактор, конечно, по которому не хотелось это произведение пропускать, это экранизация романа Алексея Иванова. Алексей Иванов – это один из любимых, можно сказать, даже самый любимый, современный, часто пишущий автор, ну, я именно это и уточняю, потому что он, Иванов, пишет, ну, гораздо активнее Сорокина, допустим, да, и, конечно, у него романов много, выходит с завидной такой регулярностью, и именно вот в последние годы, последние пятилетия, ну, наверное, уже даже чуть больше, 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 да, появляются уже экранизации романов Алексея Иванова, что прекрасно совершенно, ну, конечно, плечевой тут экранизацией является «Географ глобус пропио», блистательный совершенно фильм, но потом появилась и «Общага», «Сердце Пармы», которое уже было разругано в рамках вот этого моего канала, ну, то есть, как и Роман Иванова, они же совершенно разные, иногда действительно фундаментальные большие вещи, а иногда такие, ну, прямо говоря, грубо говоря, такие прожнички, ну, написаны, наверное, быстро, так, на некую, ну, более развлекательную тему, может быть, с каким-то таким, с какой-то и мыслью, но, ну, все-таки уступающей, заметно наступающей неким вершинам Иванова, по части сериалов уже выходила ненастья, не самый, тоже, к сожалению, удачный сериал большого мастера нашего Сергея Урсулика, а вот он вдруг решил обратиться именно к материалу современному, в отличие от предыдущих своих вот картин, и вот в пищеблог, наверное, самое очевидное решение среди вот всех остальных, то есть, это действительно, наверное, изначально и Роман по своей тематике вот явно вот рассчитывал на экранизацию, потому что здесь тематика вампирская, здесь сочленение вот таких пионерского детства и детства, и вампиризма, две таких, можно сказать, беспроигрышных темы, вот и ретро, и юная, то есть даже три темы, ретро, юность и вампиры еще, но я не скажу насчет самого Романа, я его так до него пока и не дошел, не читал, но экранизация, она, ну, отличается какой-то, ну, необычайной медлительностью, очень, очень медленное развитие событий, то есть на восемь серий, то есть, будь их четыре, наверное, было бы гораздо все стремительнее и быстрее, но тут проблема, наверное, как раз вот, она исходит именно из оригинального, то есть литературного первоисточника, здесь ставится в центр такой Гарри Поттеровский принцип развития событий, то есть учебный год, то есть мы каждый раз, вот читая роман Гарри Поттера, поражаешься тому, что начинается условно в начале учебного года и обязательно завершение в конце учебного года, ну, блин, а быстрее нельзя было, то есть почему надо было там финальную точку ставить именно там в условном мае таком, что до этого, значит, соответственно, все это потихонечку, потихонечку разворачивалось, то есть довольно дурной такой принцип, можно было, конечно, все это объяснить, это там понятные условности, а условность в романе, получается, Иванова – это пионерская смена, то есть действие романа, оно заключено вот именно в рамках вот этой смены, то есть с первого дня вот ребята приехали, и, значит, через там сколько-то недель они поедут назад, и, соответственно, это, ну, сколько там, месяц, три недели, может, было, я не помню, там конкретных дат, по-моему, не стояло в сериале, но можно понять, что, ну, по-моему, там где-то в районе трех недель была смена обычно, ну, может быть, четыре недели, да, и вот надо это было, вот это как-то вот действительно растянуть, чтобы это было заметно, но это не очень хорошо сделано, то есть это очень вредит, я не знаю, не могу сказать за роман, опять же, но в экранном произведении, особенно длинные серии, по 50 минут где-то, да, то есть очень вредит качество восприятия, то есть я устал уже на третьей серии, я третью серию еле уже, как бы, досматривал, и просто уже перед четвертой даже перерыв сделал большой, потому что надо набраться в оси уже просто эту тягомотину как-то выдержать, да, вот, и, ну, это влияет, конечно, и уже ты, несмотря на то, что есть какие-то там такие интересные, может быть, моменты, но уже они, как бы, настолько тонут в этом болоте, что прям диву даешься, и что, конечно, отдельно следует сказать, ну, вообще не страшно, то есть вот просто, просто вот этот сериал вампиров, который, в принципе, значит, там, суть ведь в том, что кто-то сосет кровь из пионеров, и, в общем, они становятся такими вампирятами, они, в свою очередь, уже тоже сосут кровь, и, ну, должен быть хоть какой-то элемент такого, ну, хоррора, да, такого ужастика, то есть ведь советское пионерское детство, оно необыкновенно богато именно вот этими ужастиками про всякие там, там, черная или красная рука летит, там, или черный гробик, там, едет, это же все вот жанр таких лагерных, таких пионер-лагерных страшилок, необычайно он такой был в свое время разнообразен, сейчас, наверное, может быть, как бы он сжался, и, ну, может быть, у меня просто возраст уже не тот, может быть, современные пионеры-то все это прекрасно знают, и наверняка Алексей Иванов и строил свой роман вот на этой, как бы, на этой базе, на этом фундаменте огромном, но этого ничего нет, этого ничего нет в экранизации, очень-очень такие тоскливые баечки, очень как-то они слабо работают, и это тем более удивительно, что вообще-то режиссер первого сезона, это Святослав Подгоевский, который, собственно, всю свою карьеру сделал на том, что он такой наш пионер хорроростроения вот в российском кинематографе последнего времени, у нас же долгое время хоррор как жанр вообще в нашем кино не приживался, и именно Подгоевский сделал, ну, своими фильмами, вот совершил прорыв в этом жанре, то есть, действительно, наш мастер, даже не знаю, с кем сравнить его из зарубежных аналогов, он действительно очень-очень старался, вот если первый его фильм «Владение 18» в 2014 году прошел практически незаметным, то уже его «Пиковая дама, черный обряд», вот такое двойное название, ну, вообще, и последующие фильмы, они тоже характерная такая манера двойных названий, «Пиковая дама, черный обряд», «Русалка, озеро мертвых», «Яга», «Кошмар темного леса», и каким-то странным таким неожиданным исключением смотрится фильм «Невеста», да, просто «Невеста», то есть, вот все эти фильмы, они же, да, они были, может быть, не вполне совершенны, можно было к ним придираться, они тоже были не особо страшны на самом-то деле, но тем не менее, они сделали, совершили вот этот прорыв, что у нас теперь стали снимать хорроры, и более того, не просто хорроры, а востребованный хоррор, коммерчески успешный, и даже, видите, ну, это зафиксированный факт, что они даже, может, не столько коммерчески успешны у нас, они имели большую международную судьбу, какие-то там совершенно шикарные продажи, то есть, ну, для многих, многим кажется, что главный режиссер российский с мировой славой – это Андрей Звягинцев, а многим мировым зрителям может показаться напротив, что Святослав Подгоевский, что именно его фильмы они могли видеть гораздо с большей вероятностью, чем фильмы Звягинцева, потому что вот эти все ужастики, замешанные, тем более, на национальном неком таком колорите, они имели вот действительно международную судьбу, были показаны, были включены вот там тоже и на стримингах и так далее, и так далее, ну, это же совершенно замечательно, то есть, режиссер сделал такую себе прекрасную карьеру, так почему же у него пищеблог, ну, совершенно не страшный, и более того, ладно, может быть, он нам не страшный, потому что вроде про пионеров речь, и, ну, вот, как бы, чего их пугать, но пугает другое, тут в каждой серии, прямо красной линии проходит такая прямо нездоровая увлеченность режиссера, не страшилками, а, ну, прямо говоря, подростковой эротикой, то есть, при том, что одно дело, если речь идет, когда, о, пионер-вожатых, ну, они такие, значит, они старшеклассники уже, ну, или даже, там, студенты, ну, то есть, в общем, такая молодежь, ну, уже действительно дорожшая до того, чтобы познавать эти радости секса, да, но там же есть еще линия, я даже, это основная линия с пионерами помладше, там, сколько там главному герою, лет 12, наверное, и тоже там режиссер как-то поглядывает и на мальчиков, и на девочек, а ты думаешь, ага, так, что-то, что-то это сейчас происходит, очень, очень странно, одно дело, когда там раздевается на экране Ангелина Стречина, наверное, вот, из всего молодого ансамбля, актриса, которая, ну, получила наибольшее количество, скажем так, лайков, да, ну, благодаря, ну, красивая девушка, вот, раскованная, не стесняется, там, обнажить свою грудь и так далее, ну, и режиссер этим, конечно, активно пользуется, ее во всех ракурсах показывает, и голую жопку ее тоже, как она бегает там по этому пионерскому лагерю распущена, а вот он этим любуется, ну, это ладно еще, все-таки тут речь, ну, более-менее, ну, о подростках, ну, уже достигших, так, скажем так, предела совершеннолетия, ну, актеры-то сами по себе еще чуть-чуть постарше, но когда похожий взгляд, уже когда речь идет, ну, совсем о детях, а там есть такое, и ты думаешь, ну, блин, и, да, понятно, что тут такая, как бы, речь о том, что все-таки попытка доказать, что секс в СССР все-таки был, и причем не только у взрослых, но и, в общем, в пионерском возрасте, и, в общем, в пионерской среде процветал очень активно, но некая такая зацикленность на этом, по-моему, здесь она, это не то, что я такой зритель-извращенец, что-то заметил, чего нету, а, по-моему, здесь прям проглядывает очень-очень, я, может быть, это как раз и послужило, это же, может быть, это и явилось одной из составляющих успеха этого сериала, и почему решили снимать второй сезон, герои станут еще старше, и, может быть, там вообще что-то еще там пойдет, ну, почему бы и нет, что называется, может быть, как раз зрителям этого и надо, но немножко удивляешься, немножко удивляешься, если бы этот Святослав Подгоевский, я ранее рекомендовал себя как режиссер еще и эротического кино, но окей, а все-таки, кто знает, все-таки в той же невесте, наверное, тоже что-то там такое было, когда он там подглядывал за своими героинями, но я не могу сказать, что на меня это произвело впечатление, и, допустим, даже вот такой момент, что здесь есть, конечно, несколько взрослых артистов, ну, роли которых довольно-таки условные, ну, без них было не обойтись, здесь есть как бы не только вожатые, которые вот старшекла, студенты, скажем так, ну, здесь и взрослые там, да, есть врача, играют, допустим, Тимофей Трибунцев, там, начальник лагеря Николай Фоменко, поразительный момент, у Фоменко, ну, довольно знаменитый артист, действительно, практически нет роли, то есть, ну, вообще, удивительно вообще, то есть, что он там делает, совершенно непонятно, когда иногда он появляется, думаешь, блин, Фоменко, а где он был до этого, да, все-таки, для известного артиста, довольно-таки удивительный момент, и вот, а наиболее активно, вот, себя проявляет Ирина Пегова, и здесь, она влезает в ту же петлю, что уже у нее случилось с фильмом «Экипаж», когда у нее, у ее героини, случаются отношения, вот, имптивного характера с подростком, то есть, даже, может, не с подростком, конкретно, но с молодым человеком, сильно моложе ее, ну, в «Экипаже» это было так, типа, хаханьки-хиханьки, а здесь, ну, прямо она, есть, ну, сцена, где она пытается соблазнить вот этого молодого вожатого, я не очень понимаю актрису, в данном случае, это же для нее что, это вот, ну, типа, прощай, честь ее, что называется, и репутация, я, в общем, покажу сейчас, в общем, все, на что способна, ну, я большая актриса, я, я смогу это сыграть, преодолеть себя, ну, блин, это стрёмно смотреть, ну, представляете, вот вы подросток, на вас лезет такая тетенька, кто-то, наверное, может, как раз и воспользовался, и был бы, ну, очень рад, но я несколько так с трудом себя воспринимаю, а главное там, ведь, мало одной сцены, когда она вот пытается соблазнить этого вожата, там, пытаясь, как бы, переманить его, что там он не стоит телочкой связался, пусть лучше с ней, если он хочет, а потом она в дополнение к этому еще угрожает ему афганам, да, это все-таки, вот олимпийский год, на олимпийской смене, значит, то есть, афган вот, как бы, только-только, там все это начинается, разгорается, и вот это тоже, получается, такой, либо кнут, либо пряник, да, либо секс, либо ты там в афган отправляешься, но потом уже, есть еще развитие, в другой серии, это вдруг, но когда он уже, пытаясь достичь своих целей, он уже к ней, там, к ней подбивает, и прям уже все, все на мази, ну, окей, ладно, то есть, все-таки он не школьник, мы допускаем, что он студент, я не помню, там, проговорено это или нет, студентом можно, но вообще, это немножко странно, то есть, то есть, то, значит, мы в крайность убиваемся, что когда нам говорили, что СССР секса не было, а то, значит, мы изо всех сил доказываем, что секс все-таки был, ну, я как бы не смог вот это, мимо вот этого пройти, вот это не смог не отметить, это то, что меня в этом сериале необыкновенно смутило, но хотя, конечно, есть и свои, ну, тут и плюсы, безусловные, то, ну, они идут, наверное, уже все-таки, от романа, то, как сюжет заигрывает с советской символикой, вот этот Ленин там все время, пионерские вот эти статуи, вот эти гаустуки, естественно, и как раз, очень любопытно же, это мотивируется, да, что красный цвет, да, что это кровя их, как говорит одна из героинь этого фильма, ну, действительно, вампиры, красный цвет, цвет крови, ну, логично, да, что как раз все пионеры, обращенные в вампиров, они надевают, это вот в летний свой период, в период отдыха, они надевают форму, надевают галстучки, эти галстучки становятся их оберегом, ну, как бы, в этой мифологии все это более чем логично, прекрасно, и вот это как бы, символикой все это вроде работает, это, ну, окей, но, но плохо это работает, допустим, когда речь идет об, уже там, закидонно, гражданскую войну, или первые годы советской власти, допустим, вот эти, такие, исторические флешбеки, можно сказать, они, но меня, как бы, не, не очень, не очень впечатлили, но, ну, с другой стороны, конечно, необыкновенно, удачно выбранный актер на центральную взрослую роль, вот такого ветерана, собственно, гражданской войны, Сергея Шакуров, который в своей биографии, собственно, имеет и вот, свой среди чужих, допустим, да, то есть, действительно, вот такой герой гражданской войны, статный такой пенсионер, при том, что Шакуру уже, даже на момент съемок уже там было, значит, или приближался он к 80 годам, да, а он в прекрасной форме, и актерской, и человечек, в одной серии он же делает там колесо, и я, я прям, я офигел, это что, это спецэффект был такой, но, или подмена какая-то, ну, там, полное впечатление, что сам Шакуров сделал колесо, ему вот почти 80 лет, но если это подмена актера была, то сделана она филигранно, если сам Шакуров, то это просто аплодисменты, конечно, артисту, и вот как раз его же персонаж произносит, что, ты посмотри, какую страну мы построили, и, ну, в контексте сериала, в контексте вот этой мифологии, конечно, это звучит очень интересно, то есть страна, построенная вампирами, страна, построенная вот на этой, на цвете крови, ну, это, конечно, для Иванова-то это была ключевая, собственно, мысль, его роман, он же, понятно, что он писал вот про пионеров и про вампиров, а как большой писатель, как большой настоящий писатель, имел под этим какую-то вот свою историю, да, то есть это, то есть это не просто для него были такие хихоньки-хаконьки, какой-то был его смысл за всем этим, вот, собственно, он в этом и кроется, и тем самым, может быть, тоже некое такое пересечение, некое актуальное, мы понимаем, в общем, что эти вампиры-то, они по-прежнему среди нас, и нами командует вот этот цвет крови, он ведь не зря, собственно, в оппозиционной, скажем так, среде поднимается вопрос, что когда-нибудь нам, может быть, даже придется отказаться от нынешнего флага, где этот цвет крови уж слишком, ну, тоже занимает, пусть не целое полотно, как в Советском Союзе, но треть полотна, то есть этот цвет крови пропитывает и нынешнюю, сегодняшнюю современность, а нас отделяет от событий этого пищеблока уже более 40 лет, а тем не менее, и тут тоже, кстати, любопытно ведь вспомнить еще, и получается такое очевидное пересечение вот этого мира с миром сериала Карамора, к которому уже Алексей Иванов никак не причастен, ну, где тема вампиризма и вампиризма именно во власти, она тоже очень, как бы, ну, развита, и там, конечно, они, это разные вселенные, но вселенные, которые вполне могли бы, вообще-то, и объединиться, во всяком случае, они очень так любопытно соседствуют, но, опять же, вот как эта тема по-разному подается, вот настолько отличный, прекрасный сериал Карамора, энергичный, так, дерзкий, такой, бешено-драйвовый, и насколько такой слабый, пустой, и какой-то очень, такой, действительно, расслабленный, вот этот сериал «Пищеблог», в котором, вот попытки, вот может быть, в романе, это было более четко, как бы, прослежено, но, опять же, вот не читал, а могу лишь судить по вот этой экранизации, то есть, разбросаны какие-то интересные моменты, вот опять же, по поводу символизма, что один из героев, как раз молодой вожатый, там, в какой-то момент, оперирует такими советскими штампами, и говорит, в частности, вот про буржуазных эксплуататоров, которые пьют кровь рабочего класса, ну, вот это же, действительно, вот этот, такой слоган, такой шаблон, который здесь, в этом сюжете, воплощен напрямую, да, пьют кровь, кто пьет кровь, вампиры пьют кровь, только здесь получается, что вампиры, это не, они перекинулись из буржуазного эксплуататорства, они перекинулись на вот этих самых, каких-то, этих героев гражданской войны, и так далее, и так далее, ну, в общем, заразили вот этой гадостью, самых, в общем, всех тех самых рабочих и крестьян, и все это дело продолжилось, ну, и вот, опять же, вставки из этой гражданской войны, последующих лет, вот взрыв в церкви, вот это тоже же, это получается, кто это сделал, это вампиры, не христи, сделали, ну, взрывали церкви, потому что, конечно, чувствовали от них, вот эту, исходящую от них опасность, святая вода, вот это все, то есть, наверняка, в романе, получается, все это есть, а в фильме этого ничего нет, не могу не сказать, что, конечно, какие-то определенные удачи есть, вообще прекрасно, конечно, все работают дети, все подростки, работать с детьми же, это необыкновенно трудно, а здесь целый пионерский лагерь, то есть, не пара детей, а вот, прямо вот, их много, всем вот, молодой такой цвет, можно сказать, нашей российской кинематографии, новый, и то, что режиссер со всеми справляется, и никто не лажает, но это большое достижение, конечно, нельзя не отметить. Интересные попытки работы с музыкальным рядом, там, допустим, Дэвид Боуи, вот его песня про майора Тома, которая озвучивает сцену первого поцелуя, а потом, впоследствии, делает очень интересную перепевку с участием детского хора, но это круто же сделано, то есть, это как раз в духе времени, американские фильмы часто с этим работают, перепевая, вот, вот, такие известные хиты, и даже, вот, удивительно, вот, я не посмотрел заранее, а если, может быть, они даже, может, клип сделали, какую-то нарезку, промо-нарезку для этого сериала под Дэвида Боуи, или на это у них денег уже не хватило, но в любом случае, то есть, это любопытно, конечно, возникает вопрос, вот, я не уверен, прям так уж, что Дэвид Боуи прям был у нас популярен в среде советских пионеров, но, допустим, ну, допустим, мальчик действительно увлечен музыкой, там, и не только Битлз попали в сферу его увлечения, ну, и вот, музыка более подходящая ему по времени, окей, не возражаю. Ну, с другой стороны, когда идет гражданская оборона в 80-м году, и инструментальный вот этот, без слов, со скрипками, все идет по плану, но ты понимаешь уже, да, тут, тут возможно, конечно, уже это, ну, такое совмещение времен, и, ну, а с другой стороны, почему нет, все равно красиво получилось, то есть, ну, все-таки у меня тоже есть сомнения, по-моему, все идет по плану, эта песня другого десятилетия, вот, ну, наверное, она, вот, вам показалось, автором картины, вот, созвучной эпохи, ну, окей, окей, то есть, ну, позволенным, тем более, это как бы ложится, и смотрится, и звучит вроде как неплохо, ну, тут авторы вольны, какие-то еще есть, может быть, интересные моменты, интересные нюансы, но, все упирается, наверное, в главное, что очень медленное развитие событий, и очень странное акцентирование, но, на том, на чем, может быть, и не следовало бы акцентироваться, или хотя бы не столь явно это делать, вот, то, что меня смутило, в первую очередь, ну, в первую очередь, конечно, смутил ее хронометраж, восемь серий с таким темпом, но это, извините, это было очень непросто смотреть, и поэтому, конечно, во второй раз, я как-то, мне не очень интересно в эту реку входить, тем более, что второй сезон, как я понимаю, это уже не экранизация Иванова, это развитие событий, наверное, с разрешения автора оригинальной истории, но почему бы не продолжить, почему бы, ну, действительно, вот, прекрасная вампирская тема, ну, в общем, одних вампиров победили, но это не значит, что нет других, или нету поводов, для какой-то новой радости, советская страна большая, но, в общем, наверняка, и у второго сезона найдутся свои зрители, но, вот, опять же, повторюсь, меня в их числе, к сожалению, наверное, ну, не будет.